Слава Украине! Привет всем от Волонского! Ребята, все мы прекрасно знаем, что расисты сейчас пытаются нагрести наемников по всему миру. Там и Куба, там и Индия, там и Непал. Ну, разные страны, будем говорить, но ходят такие слухи, что, знаете, десятки тысяч людей они нагребли себе и огромное количество, и, мол, это сделает какую-то погоду на поле боя. Ну, так я вам скажу, что не сделает. Дело в том, что индийская полиция, а точнее, служба безопасности Индии, Индии раскрыла целую, ну, такую марежу, знаете, сеть вербовщиков в российскую армию, наемников по индийским законам. Это дело уголовно наказуемо. Так вот, они открыли такую сеть, и им известно, в настоящем арестованы все, конечно же, эти супчики, которые посылали людей воевать в Украину. В настоящий момент известно о 35 таких случаях. Ну, понятно, что известно не о всех, о ком-то там данных нет, еще что-то, еще что-то. Ну, то есть можно понять следующее. В самом худшем случае речь идет о нескольких сотнях людей. То же самое, кстати, касается и Непала, потому что по Непалу говорили, что там было порядка 10 тысяч человек, что-то наемников. Ну, чушь собачий. Для такой страны, как Непал, это вообще цифра нереальная. Таким вот образом, можно сказать, что в случае с Индией, ну, я не знаю, пускай несколько сот, в случае с Непалом, от нескольких десятков до нескольких, может быть, тоже сот человек. То есть, опять-таки, никакой погоды они не сделают. И более того, уже есть несколько записей от граждан Индии к своему правительству с просьбой освободить их от этой вот судьбы, вот этой тяжкой, важкой, потому что они попали. Им обещали совсем не то, куда они попали. Им обещали хорошую высокооплачиваемую работу на России. Как результат, они, что называется, попали с ногами в маргарин, попали на людоловов, их отправили на войну, к которой они никакого отношения не имеют. И сейчас они просто не знают, как оттуда сбежать. То есть, сейчас индийское правительство уже будет решать этот вопрос с российским правительством. И, видимо, выражений подбирать в этом случае уже не будут.